Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Озмен. Сегодня у нас вторник. Двенадцатый. Да, осталось совсем чуть-чуть до нового года по старому календарю. Сегодня 12, 10 дней с моего дня рождения, то есть получается как бы опять двоечка, то есть можно отметить день рождения. Сегодня Алиска приготовила торт. Пойдемте скорее его посмотрим и оценим, потому что надо критически, четко подойти к этому вопросу, оценить его и сказать, Алис, какие недочеты вот она сделала. Сейчас тебе только в этапах приютит. Что нужно сделать, потому что потом вскоре же не за горами 22 число, там опять день рождения надо отмечать. Новый торт, новый праздник. Старый праздник, новый торт. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, давайте его отведаем. Офигенский кусочек, очень круто выглядит и я уже с пальца слезнул крем, который там зацепил. Это не сметана или сливки. Да, ну понимаете, что это поверье, но абсолютно, стопроцентно. О, да. Я прямо отломал маленький тортик. Ну что ж. Сахара не хватает. Сахара не хватает. Мне все хватает. Круто. Это как спирог, он очень жесткий, наверное. Да. Ну в смысле он не воздушный, но он не сухой. День рождения. В честь дня рождения сегодня сбрею бороду. Новый год в стране. Да, не в стране, а Новый год в мире. Новый год у меня, но моя борода на лице. О, вот это был удар. Чего такие когти грязные, а? Ну потому что она в туалет ходит на улице. О, все, все, ты победила. Правда против двух. Даже будешь? Сдала. Сегодня эксперименты с водой продолжаются и мы решили продистиллировать Кубай. Водичку, которая продается здесь в Краснодаре. Единственная питьевая вода бутилированная, которая нам до этого момента нравилась. Дальше посмотрим. Нет, есть еще банак, она очень дорогая. Ну банак, да, она дорогая. Короче, два литра уже практически прошло. Вот они, две бутылочки. Это вчерашняя дистиллированная с этого, с фильтра. Ее попробуем и сравним с этой, которая сейчас Кубай проходит. Ну и посмотрим, что от Кубай останется. Вот так вот. Все, ребят, закончился процесс. Никакой подтасовки достоверной информации. Давай, уже интересно. Да. Окей, убираем. Это у нас остатки. Я думаю, это влезет даже в бутылку. Так, выдергиваем из розетки первым делом. Давай чуть побыстрее. Из другой, из третьей. Сейчас оттуда попадет пар. О, это радует. Это очень радует. О, да. Это прям безумно радует, что Кубай на самом деле, ну, практически чистый, можно сказать. Потому что тут вообще просто налета настолько мало. Круто. То есть, ну, реально, ребята, Кубай. Хорошего. Ребят, хочу поделиться с вами эмоциями по поводу штанги. Да, это обалденная вещь, когда у вас есть дома штанга. Мимо проходите, раз сделали подход чего-нибудь там на бицепс, на плечи, на грудь. Ну, на грудь в моем случае сложно, потому что нужно спускаться вниз. Вы сами видели. Я, наверное, чуть-чуть оставлю свои тренировки во влоге. И как я приспособил вот эту вот мягкую скамеечку для того, чтобы обувать обувь. Я с нее, в общем, на нее ложусь и делаю упражнения на грудь вместе со штангами. Вообще, хотел с вами поделиться такой мыслью. Только что сидел и работал, и пока шел рендер, у меня было время зайти на YouTube. Я зашел, увидел у Димы Гусева. Это омский, один из лучших омских фотографов. Мой друганище. Вот. Который, между прочим, аватарка. Это он снял. В контоксе не аватар, в смысле камера, на он снял. А в смысле ВКонтакте у меня аватарка. Это вот работа Димы Гусева. В общем, зашел такой и давай смотреть его трансляцию. Он был с еще одним омским, теперь уже московским фотографом. И они обсуждали фотографию. Я так сейчас прямо в ностальгию в какую-то ушел. Мне так захотелось обратно фотоаппарат. Возможно, даже Mark II обратно. И я такой, думаю, блин. Я хочу зеркалку, но хочу новую какую-то, новую модель. Больше склоняюсь все-таки к Canon. Все-таки были именно Canon-овские зеркалки. Было здорово, было приятно с ними работать. Как-то прям я в очередной раз себе доказал мысль о том, что когда у тебя что-то есть, ты не так сильно это ценишь. Когда ты этого лишаешься, то сразу такой, блин, я хочу. Хочу обратно. То есть только был фотоаппарат, лежал, лежал. Никому не нужен, никто вообще ничего не снимал. Только мы его продали. Все, накатило. Хочется зеркалку. Хочется фотографировать. Не хочется заниматься коммерческой съемкой. Нет, как бы это не наше, мы поняли давно. Поработали на студии, хватит. А вот для себя что-то поснимать и красиво, и видео, и фото. Именно на фулл фрейм. Хотя есть мысли о кропе, то есть, ну, матрица поменьше. Вот, Алиска зашла. Алиска вообще раскисла, болеет. Прямо-таки капец. Нормал? Нет. Нет, не нормал. Вот, ребят, ладно, все, продолжаю работать. Мне осталось совершенно чуть-чуть. Я хотел на улице сегодня поработать. Там погода просто офигенская. Я выходил в шортах сегодня. О! Сверлят. Сверлят мозг. О, хлам. Забыл. Смотри, к чему все это? Мысль какая? Мысль такая, что если вы чего-то хотите нового, не спешите продавать что-то старое, чтобы, потеряв что-то другое, купить что-то новое, а потом вспомнить о том, что, блин, все-таки вещь-то была клевая. Я к тому, что старайтесь находить пути, где проще заработать, на новую вещь купить, и у вас остается старое. Если, конечно, старое вам совершенно не нужно, вы уж прям откровенно это знаете об этом. И это очевидно. Наконец-то я вышел на улицу, чтобы не просто выйти и зайти, а вот выйти и прогуляться. Я вот так вот, как вы понимаете, в шорте. Сегодня реально очень тепло на улице. Я сейчас вообще хочу позвонить Артему. Теме. Тема не любит, когда его называют Артем, потому что он, это как слишком официально, видимо. Вот. Он мне просто сегодня позвонил, а я в это время только начинал работать, и я сказал, что вот, через час созвонимся. В итоге так меня засосало в работу, что я решил все сделать. Посмотрите, какой вообще контраст. Я в шортах, да? Да. Снег. Просто. Лежит снег. Этот снег упал с крыши, а я... А я им яблоко. А мне пофиг на этот снег. Короче, ребят, сегодня у меня реально прям ностальгией по фото. Целый день не могу не думать об этом. Все время думаю, какой же, на какой же фотоаппарат копить? На какую зеркалку? Курс, конечно, прям вообще, вот прямо тут сидит. Что ж такое-то? И с этим курсом все настолько дорогое стало. Неразумно дорого. То есть, не сопоставимо с нашими зарплатами прежними. Вообще никак. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Когда накоплю, уже какой-нибудь Марк 15 выйдет. Дилемма. Дилемма. Да, Тёма не дозвонился. Все, пойдемте обратно. И, кстати, как вам моя безбородость? А? Мечты мечтами, но жизнь-то продолжается, пока еще ни на чё не накопили, поэтому просто нужно сесть и поиграть в GTA. Ванька скоро должен прийти с работы. Ну, в смысле, домой к себе. И он купил GTA. По-моему, на Новый год он себе такой подарок решил сделать. И теперь мы можем в GTA-шечку рубануться прямо онлайн. Так что сегодня будем пытаться подцепляться. Я не знаю, если что-то получится, мы подключим. Ну, в смысле, я подключу связь с вами. И, в общем, во влог мы чё-нибудь запилим. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы доели Алискин тортик. Он офигенный. Просто божественно крутой. Выпили кофе. И у нас получилось с Ванькой сконнектиться. Это я. И он где-то... Где-то он есть. Где-то... А, вот. Так он рядом совсем. Чувак, ну ты только не убивай меня. Мы просто начали с плохого, начали друг друга убивать. Я сейчас ему поподпрыгиваю. Ну, а чё ты не подпрыгиваешь? Ну, не стреляй. Вот он. Еееей, чувак! Кто стреляет? Полиция? А я при чём здесь? И... Всё. Валим всех. Блин, ребят, я не могу одной рукой играть, поэтому извините, но... Возможно, мы как-нибудь с ним замутим какую-нибудь трансляцию даже. Ну, знаете, такие нам не сильно интересные вещи. Эти трансляции игровые проще. И куда интереснее поиграть для себя. Короче, мы решили рубануться в какую-то миссию. Первый раз я прохожу миссию по онлайн вот так вот с кем-то. И рад, что это Ванька. Реально, ощущение из детства. Будто сидим дома у Ванькиной бабули и играем в гитаршечку. Вот они мы, это мы, это мы. Ребят, мы с Ванькой давно уже поиграли. Так и не прошли миссию, а у обоих патроны кончаются и прям раззадорились. Ну, из-за разницы во времени Ваньке уже давно пора на работу было. Ну, в смысле, ложиться спать, чтобы вставать на работу. Короче, 6 часов осталось ему поспать, чтобы выспаться более-менее. И, короче, он свалил. А я залип, продолжил играть, зарабатываю гребные деньги, допер, наконец-то, что можно тачки продавать. Сколько уже год, наверное, как мы купили эту игру, я только сейчас допер до этого, что не обязательно грабить магазин, можно просто взять тачку и продать. Все, сейчас буду тоже завершать свои игровые моменты. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Надеюсь, завтра Алиске будет уже лучше. Лучше намного. У меня нужно до субботы вылечиться обязательно. Да, потому что в субботу Алиска уезжает из Краснодара. А куда, увидите. А я вот остаюсь. Все, ребят, до завтра. Покеда! Алиска уезжает из Краснодара.